здравствуйте вашу вниманию предлагается обзор по ситуации на мировых финансовых рынках и так сегодня в пятницу мы наблюдаем как валютный рынок полностью что называется замер единственная активность проявляется фактически в трех основных валютных парах это британский фунт американский доллар и доллар японская иена и конечно же доллар швейцарский франк другие основные валюты они фактически консолидируются наиболее ярко это проявляется в паре евро доллар такое поведение можно объяснить тем что рынке с одной стороны ждут итога встречи американцев и китайцев 30 31 января по торговле напомню что ожидается встреча господина дональда трампа американского президента и товарища си цзиньпинь председателя кнр каков будет результат показал пока сказать сложно но рынке надеются что он будет позитивны это является тем важным фактором который не позволяет рынка продолжить свое падение с другой стороны важным таким же фактором или причиной является ожидание разрешения брекзита я уже ранее в своих обзорах рассказывал что терезе май удалось сохранить свое место премьер-министра и свой кабинет во главе великобритании и дальше как она обещает процесс переговоров си с продолжится каков будет результат пока сказать сложно но рост британской валюты первую очередь объясняется не этими позитивными надеждами а просто элементарными техническими факторами когда ну что называется невозможно уже продавливать дальше актив его начинают покупать общая картина на рынке опять же хочу сказать по-прежнему остается неопределенной и главной причиной этому является конечно же с одной стороны ожидания торможения роста мировой экономики а пока существуют все условия для этого с другой стороны есть те позитивные факторы которых я уже сказал первую очередь это надежды на заключение соглашений между американцами и китайцами ну что ж вот на этом фоне сегодня в пятницу я хочу вам предложить две торговые идеи а я буду говорить о двух валютных парах британский фунт американский доллар и доллар японская иена что касается ситуации вокруг британской валюты как я уже сказал ранее она полностью подвержена влиянию состояния переговоров по brexit пока не будут получены рынками новые какие-то сообщения на эту тему какие-то новости вероятно можно ожидать продолжение локального роста пары но опять же пара с технической точки зрения уже перекуплена и может развернуться вниз на мой взгляд если пара удержится выше отметки 1.2960 у нее может быть потенциал локального повышения к отметке 1.3040 но если этого не произойдет пара снизится ниже этого уровня она может упасть к отметке 1.2980 что касается ситуации вокруг валютной пары доллар японской иены то последнее сообщение о том что вероятно в японии начинается рецессия оказывает давление на иену и на этой волне иена снижается против американца ну и поддерживают пару также вот эти вот надежды то что между вашингтоном и пекином будет все-таки заключена соглашение учитывая такую картину я считаю что пара может если удержится выше уровня 109.10 иен за 1 доллар продолжить повышаться к отметке 110 иен но если этого не произойдет пара снизится ниже этого уровня она может упасть к отметке 108.65 иен за 1 американский доллар ну что ж вот такая картина сегодня в пятницу последний рабочий день складывается перед открытием торгов в европе а мы продолжаем следить за ситуацией на мировых финансовых рынках с вами был я сергей костенко желаю вам удачи и до новых встреч и и и и и и и